Ограничение на рекламу детских смесей, бутылок и пустышек принято в 70% странах ООН. Ввести маркетинговые правила планируют и российские власти. При этом речь идет только о рекламе изделий. На их продаже проект не отразится. Врачи поддерживают инициативу, ведь из-за идеализации искусственного скармливания все больше женщин отказываются от кормления ребенка грудью. Здоровье населения в принципе повысится. Дети на грудном скармливании показывают интеллектуально высший уровень развития. Творческие способности развиваются. Речевой аппарат до двух лет лучше развивается, потому что регулярно происходит правильная тренировка нужных мышц лица. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить грудью детей до двух лет. Научно доказано, что при этом между мамой и ребенком возникает особая эмоциональная связь, благодаря которой уменьшается агрессия внутри семьи. Это способствует уменьшению заболеваемости детей, уменьшению смертности детей до двух лет, уменьшению серьезных заболеваний, как бронхиальная астма, сахарный диабет. Для мамы полезно грудное скармливание тем, что уменьшается рак молочной железы, рак яичников. Чем дольше осуществляется грудное скармливание, тем лучше для обоих, и мамы, и малышам. Кормление грудью – это исконно русская традиция, однако она прервалась в начале 20 века из-за многочисленных войн. Мужчинам приходилось уходить на фронт, и женщина стала основной рабочей единицей. Чтобы заботиться о семье, она выходила из декрета уже через 3-6 месяцев. И вот такого успешного грудного скармливания до года и далее нет у наших бабушек. Соответственно, они не могут передать этот опыт мамам нашим, мамы наши нам и так далее. То есть для этого существуют консультанты, которые поддерживают родителей. Согласно исследованиям, сегодня только 2% женщин в мире не могут кормить грудью своих детей по медицинским показаниям. Если это однократное использование, то есть если маме, например, надо отлучиться на пару-тройку часов куда-то, есть определенные действия, которые мама может совершить. То есть сцедить молоко заранее, подготовить его, заморозить, и потом разморозить и родным объяснить, как ребенку докормить. То есть, в принципе, однократное использование смеси, оно не оправдано. Использовать же смеси оправдано в случаях, если мать и ребенка разлучили. Например, она легла в больницу, а собственный банк сцеженного молока сформировать не успела. А также в случае, если ребенок остался без попечения родителей, а заботу о нем взяли на себя родственники. В остальных случаях врачи рекомендуют не прерывать грудное вскармливание. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».